Всем привет! Перед вами красная УШМ Makita M9507. И сегодня мы постараемся ответить на регулярно возникающий вопрос. В чем отличие классической и красной Makita? Для этого проведем небольшое сравнение с другой моделью в классическом цвете Makita 9557HN. Это распаковка, и мы начинаем. Прежде чем мы откроем коробку, поясню, зачем мы сравниваем эти две модели. Многие из вас помнят, что ранее у Makita выпускался инструмент под брендом MagTec. В сущности, это была та же самая Makita, но в несколько упрощенном дизайне и, как правило, с несколько меньшей мощностью, чем аналоги главного бренда. Также туда входили некоторые технически устаревшие модели, которые в свое время хорошо показали себя в работе, но были заменены более усовершенствованными версиями. Аналогичная ситуация и с красной Makita. На вскидку можно сразу назвать несколько моделей, которые очень сильно похожи друг на друга, как внешне, так и по техническим параметрам. Например, 125-я модель красной Makita M9508 сильно смахивает на аналогичную 125-ю 9558HN. Есть аналог и 230-я, GA9020SF. Это красная M9001. Похожи и модели, которые мы обозреваем сегодня. Поэтому в этой распаковке мы не только сравним технические характеристики двух инструментов, но и, что называется, заглянем под капот каждого из них, чтобы проверить, так же они похожи внутри, как и снаружи. Вот теперь можно начинать. Как видите, комплектация практически идентичная, за исключением наличия в комплекте 9557HN шлифовального диска. Теперь посмотрим на параметры обеих УШМ. Мощность M9507 составляет 720 Вт, против 840 Вт у 9557HN. Диаметр диска обеих моделей 115 мм. Максимальные обороты тоже совпадают, по 11 тысяч оборотов минуту у одной и второй модели. Резьба шпинделя и там, и тут М14. Модель 9557HN весит 2 килограмма, а М9507 всего на 100 грамм легче. 9557HN собрана в Румынии, а М9507 в Китае. Гарантия на них 1 год. Переходим к осмотру органов управления. И самое интересное, заглянем внутрь инструментов. Вкратце сравним органы управления. На обеих моделях установлена кнопка слайдер. Для включения инструмента необходимо не только сдвинуть ее вперед, но и утопить для фиксации. Выключение производится нажатием вниз. Удобно и более безопасно. Кнопка блокировки шпинделя. Ничего особенного, практически все современные модели УШМ этой кнопкой оснащены. Здесь они немного различаются внешне. Гайки, как видите, одинаковые. У синей Макиты шнур оказался длиннее на полметра. На этом внешний осмотр закончен. Вскрываем корпус УШМ. Электроника, включатели практически идентичны друг другу. Размер щеток у красной Макиты заметно меньше. Вытаскиваем щетки и смотрим на двигатели. Обратите внимание на дополнительные окна выхода воздуха. К ним еще вернемся. Первое, что сразу бросается в глаза, размер ротора у синей Макиты примерно на четверть больше. Вероятно, для этого в красном корпусе и сделаны дополнительные отверстия. Двигатель этой модели склонен быстрее нагреваться, так как при значительной разнице в размере роторов УШМ различаются по мощности всего лишь на 15%. Из других особенностей отметим отсутствие проточек от балансировки на роторе красной УШМ. На красной Маките задний подшипник без пластиковой шайбы. На синей, помимо шайбы, на подшипнике имеется пылезащитная лабиринтная втулка на шпинделе. Полезное улучшение при работе, например, по бетону. Переходим к разбору редуктора. Первая особенность – редуктор синей Макиты двухсоставной. Смазки в достатке и в одном, и во втором редукторе. Что касается устройства редуктора, здесь налицо две особенности. Во-первых, на 9557 установлена пружинная волнистая шайба, в то время как на М9507 обошлись обычным стопорным кольцом. А во-вторых, и это куда интереснее, шестерни на красной Маките имеют обратное направление нарезки зубьев. Вращение на обоих болгарках происходит в одном направлении, и, как правило, направление шестерен в таком случае выполнено по примеру синей модели. Почему в М9507 оно изменено, для нас осталось загадкой. Если у вас есть предложения на этот счет, пишите в комментариях, будет интересно узнать ваше мнение. Что можно сказать по итогам проведенного осмотра? Перед нами бюджетная версия классической Макиты, немного потерявшая в мощности, комплектации и к нашей общей радости в цене. Если вы являетесь поклонником этой торговой марки и давно присматриваете себе недорогую, но качественную болгарку, то эта УШМ станет отличным выбором. Приобрести Макита М9507 и оснастку к ней можно по ссылке в описании ролика. А у нас на этом все. Если ролик вам понравился, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Это была распаковка. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!